здравствуйте дорогие друзья приступим вместе без нежных вступлений к освоению и активации 12 магических эфирных кристаллов самое время декабрь потому что сейчас идет перезапуск всех 12 чакр земли и слияние с 12 чакрами человека 13 как вы знаете безусловная любовь и она вмещает всю картину объединенных энергий 12 чакр кто только приступил к своему самообразованию и своему осознанию самого себя не спешите не паникуйте не требуйте ничего от себя наслаждайтесь жизнью и пошагово идите то что понимаете простите свое высшее я она вам поможет чем больше будет вашего доверия к тем кто уже прошел впереди в том числе и благодарности вашей и вашей признательности им тем легче и точнее вы пройдете этот финиш 2020 и так приступаем коллективной активации 12 магических эфирных кристаллов более подробно о каждом кристалле в следующих роликах кто хочет можете смотреть несколько раз и записывайте кто хочет берите сразу карандаш ручку рисуйте обычный циферблат часы и напротив каждой цифры пишем кристалл и так первый кристалл эль кристалл магического намерения второй кристалл радомир радужный сто сорок четыре тысячи вознесения третий элая розовый космическая любовь дух истинной любви гелиус молодость вечность свобода любовь пробуждения мэрлин фиолетовый кристалл тара лунный серебристый кристалл великой женственности седьмое сарасвати богиня первичное творение воды блаженство восьмое волшебный разрушитель шива девятое сириус направление честь справедливость истина острее чистота любой размер одиннадцатое медь память интеграция сердца к район двенадцатая кристалл елисей это кристалл исцеления и перехода в четвертое измерение и выше еще раз подробно в следующем ролике опишу каждый кристалл вы напишите себе название потом переписывайте под этим названием то что этот кристалл несет и так у вас есть 12 кристаллов эль радомир элая гелиус мерлин тара сарасвати сириус астрея к район елисей как вы их можете использовать вы их можете вы можете их использовать по часам ну допустим час эль кристалл ну и соединяйтесь с ним первое число соединяйтесь первый месяц соединяйтесь второй кристалл радомир второе число два часа дня то есть где соответствие двойки ну и опять применяйте на ваше усмотрение как вы хотите все что вы делаете все правильно идем дальше текст мой поэтому поблажек и жалости не ждите у вас есть мое понимание но портальное это устремление ваше желание работать на двух полушариях ваше если вам трудно или вы только начали только приступили к своему пути развития приглашайте сразу сейчас же свое высшее я приглашайте дельфинов на ваши сеансы приглашайте вашего ангела-хранителя приглашайте христа приглашайте все планеты солнечной системы все получится кстати совсем скоро будет 12 планет солнечной системы в слиянии с великим центральным солнцем но сегодня их пока восемь мы еще многому будем свидетелями а сейчас мы в слиянии с планетой солнечной системы погуляем и так планеты земной группы земной группы меркурий венера земля марс газовые гиганты юпитер сатурн уран нептун существует ли девятая планета сколько карликовых планет солнечной системе долгое время казалось что другие газовых гигантов в солнечной системе нет однако ряд моделей эволюции нашей системы показывает что в ней должен быть существовать пятый газовый гигант который со временем был вытолкнут на очень далекую орбиту либо вовсе навсегда покинул солнечную систему также астрономов смущает наклон оси вращения солнца превышающий 7 градусов а также аномалии в орбитах многочисленных астероидов расположенных за нептуном поясе койпера поэтому существует предположение что есть еще одна девятая планета ее радиус по разным оценкам превышает земной в 2-4 раза а орбита представляет сильно вытянутый эллипс из-за чего дистанция между планетой и солнцем колеблется от 200 до 1200 астрологических единиц наоборот вокруг светила эта гипотетическая планета тратит 10-20 тысяч лет подтвердить существование планеты наблюдателями чрезвычайно тяжело так как она находится на огромнейшем расстоянии от земли в 10-100 раз дальше нептуна двигается по небосклону крайне медленно является очень тусклой из-за большого отдаления от солнца на нее почти не падает солнечный свет а расчеты не позволяют даже приблизительно оценить на каком участке своей орбиты она сейчас находится при этом надо помнить что если девятая планета и существует то это не значит что именно она является тем самым пятым газовым гигантом возможно существование еще нескольких планет на огромном сотне и тысячи астрологических единиц расстояния от солнца которые пока что просто невозможно обнаружить сколько карликовых планет в солнечной системе многие слышали что ранее планетой считался плутон однако потом его лишили этого статуса и он стал карликовой планетой что представляет собой карликовые планеты и вообще сколько их изначально плутон был открыт в 1930 году однако по мере его исследования оценки всей его массы все время снижалось сегодня считается что он в 500 раз легче земли в начале 21 века рядом с орбитой плутона стали обнаруживать многочисленные иные небесные тела размеры некоторых из них были сопоставимы с самим плутоном однако орбиты всех остальных планет свободны от столь крупных тел поэтому в 2006 году было принято решение ввести новое понятие карликовая планета она отличается от обычной тем что не может силой своей гравитации очистить свою орбиту от других крупных тел статус карликовой планеты получил сам плутон а также Цецера, Хаомиа, Маки Маки и Эрида однако известно еще несколько десятков тел которые находятся за орбитой плутона и могут претендовать на статус карликовых планет но пока что официально они не признаны таковыми особый интерес представляет Седна так как самая отдаленная точка ее орбиты Офелий располагается на расстоянии более тысячи астрологических единиц от Солнца при этом постоянно открываются новые транснептуновые небесные тела по оценкам Майкла Брауна одного из ведущих астрономов мира в поясе Койпера может находиться 260 карликовых планет а в еще более отдаленных областях Солнечной системы может существовать до 10 тысяч карликовых планет дорогие друзья если мы позволим себе не противостоять информации а заранее обозначим что в моем энергетическом информационном пространстве остается и принимается только то что соответствует моему развитию или моему духовному росту прошу помочь мне выставить фильтры души и минимизировать те информации которые не развивают меня таким образом вы самоопределением занимаетесь то есть вы сами определяете что вам нужно или обозначаете свои цели если у вас есть первичные цели четкие ясные понятные то тогда вы сами себя сохраняете от дополнительных влияний на вас всевозможной информации вы не попадете на какие-то сайты на которых вы потратите время вы не посмотрите тот фильм который ничего вам не несет вы не сходите и не поедете в то место в котором вы либо понизите свои частоты либо вас вообще не ждут или забыли про эту встречу то есть у вас идет самое настоящее четкое правильное распределение вашего времени время это инструмент еще раз напомню итак мы уже поняли что не такая она простая солнечная система все в ней значительно и теперь понятно почему нам такая идет сейчас информация потому что мы вошли с вами в новый мир и достаточно повзрослели чтобы воспринимать более глубокие информации и за счет этого идет наше расширение то есть мы себя воспринимаем не как живущих в маленькой какой-то солнечной системе на краю галактики уже как жители огромной солнечной системы многие из вас будут скоро путешествовать и по этой солнечной системе и по другим галактикам поэтому изучаем заранее расширяем свое мировоззрение и здесь нам очень с вами пригодятся кристаллы понятно что сейчас идет самая настоящая информационная война и очень много идет искажений преломлений и стараются очернить все белое и наоборот выставить все темное как необходимое для вас поэтому здесь нужна интуиция вот сейчас как раз вы и утончаете свои чувства и открываете в себе мощный интуитивный канал поэтому дорогие друзья большая просьба не спорьте ни с собой ни со мной вы вошли вернее мы вошли с вами в многомерный мир и тут все множественные версии всего верны даже негативные но могу напомнить что есть самый простой путь к чистой информации это ваше самоопределение на сегодняшний момент и когда вы будете подниматься и информация будет очищаться вместе с вами то к вам будет приходить уже совершенно другая информация вот понимаете она не является правдивой или неправдивой она будет более точной более расширенной более тонкой это не значит что та информация которая в первом классе азбука плохая а информация об алгоритмах в 10 классе допустим хорошая нет все приходит к нам своевременно к каждому из нас если вам сейчас сложно говорить пока о своей интуиции то вы можете заявить ко мне приходит та информация которая ведет меня в моем расширении и в эволюционном развитии в множественных версиях к проживанию на новой временной линии новая земля зачем вам там надо быть к дружественным или мирным взаимоотношениям и безусловной любви то есть вы сами определили и поэтому к вам будет приходить такая информация определяете себя сами в то в чем вы желаете быть сейчас да это самоопределение и саморазвитие тогда не придется кого-то обвинять или унижать и это поможет вам сохранять свой свет что нам нужно было так это понять что мы с вами выходим уже за рубеж планетарного сознания то есть для начала и завершения этого года в нашу солнечную систему поэтому кому интересно изучайте ее наблюдайте и чувствуйте ее как свой космический дом на планетах которые мы уже с вами прошли свой опыт кто-то проживал на одних планетах кто-то на других кто-то вспомнит что он проживал на Венере кто-то вспомнит что он проживал на Марсе с кем-то из вас вы сразу начинаете взаимодействовать дружить а с кем-то нет вот это как раз первые признаки того что на каких-то планетах вы проживали и не единожды вместе согласитесь это очень богатый опыт межпланетарного значения и он нами получен поэтому не прикидывайтесь маленькими и несчастными бедными и одинокими а позвольте себе вспомнить себя настоящего да вам будет попадаться литература или двойные цифры как 11 11 13 13 это говорит о том что вас уже ведут и помогают ваши наставники и кураторы и они вам напоминают мы тут всегда рядом с тобой просто на другой частоте если вы часто зеваете то это расстаетесь с темными энергиями кали-юги просто пробуждаетесь от космического сна сейчас наступает космическое раннее утро сатьи-юги пробуждение расширение перерождение и тут некого винить но ситуацию конечно желательно надо знать тогда не будет капризов претензий никому наоборот у вас будет сожаление когда все закончится что как я могла как я мог так отыграть когда я мог больше ну это как в школе как написал сочинение так и сдашь но эмоциональный осадок однозначно будет только вот какой у каждого свой вот и сейчас я снова вам предлагаю не сойдите с дистанцией завершите этот финиш многочисленных воплощений в солнечной системе но полюбите вы ее наконец солнечную систему как уникальную в которой выросли в которой стали мастерами света или станете мастерами света уже на бегу осознав однажды что это было очень драйвовая яркая красочная и мучительное путешествие в миры двойственности вау и это все я увидел лично своими глазами да было жарко да было холодно вспомните что иногда одна секунда решала ваше дальнейшее существование играли и играем на грани фола не знаю как вы а я горжусь родом человеческим это истинная правда глубоких чувств благодарности что я прошла такой невероятный путь вместе с вами незабываемое земное существование в мирах дуальности благодарю вселенную почему сейчас все так быстро происходит балансируется все выравнивается все трансформируется все потому что все поднято из глубин к проявлению да водолазам было нелегко все это поднимать своей верой и своей любовью но справились получилось так что же вы сейчас ворчите и пищите сколько вам уже дано инструментов знаете хороша ложка к обеду поэтому если что-то забыли берите то что вам сейчас сбалансирует вашу ситуацию допустим вам грустно но послушайте на досуге три минуты песню о зайцах Никулина получите море удовольствия то есть создайте баланс сами ну допустим вам больно но сделайте то что вас будет радовать и тогда новое прорастет но не забываем по ходу убирать сорняки фиолетовым пламенем лучами солнцем энергия любви кристаллами вот сейчас как инструмент даже дается формула формула управления своей жизнью видеть каждую ситуацию и делать свой выбор осознанно давайте коллективом вместе возлюбленная я есть присутствие я выражаю намерение моей полной и объективной интеграции с тобой твоим присутствием во мне и через меня с твоей способностью мудро правильно управлять всеми потоками явлений и событий в моей жизни и в моей судьбе я выражаю свое намерение интеграции с космическим потоком вселенской любви и вечной благодати я намерен намеренно использовать непрерывность плана и разрешение в каждой ситуации в каждом событии и периоде моей жизни здесь и сейчас вдох на выдохе свершилось свершилось это все о чем я хотела поделиться с вами но настанет завтра и кто знает как мы с вами пропустим через себя сквозь себя новую энергию вместе большим коллективом а также через нашу планету и нашу солнечную систему и так это все я не все все